Добрый день всем! Меня зовут Валентина, бабушка, которая за 60+. И у меня вот в руках смартфон Xiaomi Mi 9 SE, который я приобрела буквально 2 недели тому назад. И я его уже использовала в своих целях. И я расскажу свой обзор женского взгляда на этот смартфон. Благодаря многих блогеров, которые рассказывают очень интересно об этом смартфоне, прекрасно продвигают свой товар, они владеют новыми технологиями, есть много обзоров, которые вы можете посмотреть. А я сделаю обзор со стороны женского взгляда. Кому интересно, оставайтесь со мной, я расскажу свою историю, как я заказывала, как я успела заблокировать и разблокировать этот смартфон. Поэтому поехали! Побродил по салонам нашего города и посмотрел в цены. Я, конечно, ужаснулась, что такие цены от 25 и выше. Ну и, как говорится, жаба задавила, и я не смогла даже рассрочку взять. И я зашла на сайт Алиэкспресса, нашла продавца, у которого были акции, хорошие были скидки. Вот, посмотрела репутацию, отзывы. И заказала себе смартфон 64 гигабайта по цене, по акции было 16700. Вот. Две недели продавец молчал, ничего не высылал. Потом присылал письмо, что таких смартфонов 64 гигабайта нет, есть 128, доплатите 40 долларов. Меня это не устроило, и я, значит, стала как бы договариваться с продавцом, что не 40 долларов, я перегоню ему 30 долларов и плюс еще защитную пленку для своего смартфона. Ну, продавец согласился, и я тоже согласилась. Буквально через две недели мне пришел смартфон, 128 гигабайт, по цене мне он обошелся 18700, когда там стоил он буквально около 21 тысячи. Дорого это или нет, решать вам. Сейчас я расскажу вам историю свою, как я успела даже за неделю заблокировать свой телефон и сама разблокировать. Вот, работая на даче, естественно, руки грязные, мне зазвонил телефон. Зазвонил телефон, я подошла, грязным пальцем, естественно, сенсор не срабатывает. Я еще раз, не срабатывает. Запрашивает пароль. Пароль не помню. Дома где-то записала, на даче я не помню его. Что делать? Заблокировался телефон, пароль я не знаю. Позвонить нужно. Я взяла, буквально нажала клавишу, здесь вот, блока питания и громкости. Зажала вот так вот. Зажала и у меня здесь появилось на экране. И я по инструкции стала действовать. Но рассказывать, как я разблокировала, нужно еще одно видео делать. Вот, это долгий процесс. И я, согласно инструкции, что мне здесь Xiaomi, мой смартфон предоставлял, я по инструкции его смогла быстро разблокировать. Буквально нажатием вот здесь вот двух кнопочек. Блока питания и громкости. Почему я захотела такой смартфон? Во-первых, мне дизайн понравился. Он сам тоненький, 7 всего миллиметров. Весит 150 грамм всего лишь веса. Сам закругленные бока хорошие такие. Удобен у руки. Я могу одной рукой пользоваться свободно. Одна рука свободна, это я пользуюсь. Значит, память оперативная 6 гигабайт, очень хорошая, быстрая зарядка. Это я все прочитала и посмотрела у ребят, которые рекламировали. И мне вот эти все эти функции понравились. Теперь сделаем небольшой краткий обзор. Что входит в комплект? В комплект уходит сам, естественно, телефон. Защитный чехол, которым я пользуюсь. И мне он очень нравится. Вот здесь, значит, зарядное устройство. Вот к нему идет. Потом идет переходничок для наушников и передачи данных файлов идет. Значит, скрепочка, ключ. Скрепочка, ключ входит. На инструкции все возможно, но там на русском ничего нет. И защитное стекло, которое я уже поставила его. Не знаю, нужно оно или нет, но я его поставила. Сам телефон состоит из стекла и металла. Закруленные бока, вот края. Поэтому хорошо держаться и он удобен в руке. А если чехол одеть, он вообще не скользит. И прекрасно он смотрится с чехлом. Единственный минус, конечно, в этом, если без чехла носить, то это вот остаются пальцы видны. Поэтому для женщин есть такая зафеточка. Лучше одеть чехол и он прекрасно будет смотреться. Тройная здесь камера. Но минус в том, что она, конечно, выступает. И если ее вот так вот на стол, то она, конечно, вот она шевелится. Как бы болтается на столе. Ну, а если надеть чехол, то, естественно, вот он прекрасно и держится на столе очень даже хорошо. В нижней части, вот видите, разъем для зарядки и для наушников. В верхней части, вот как видите, селфи-камера, которая такая окормленная часть идет и красиво смотрится на самом экране. Сам дисплей передает отличное качество цветов. Вот как видите, голубое, синее, прекрасно вот смотрится. В смартфоне встроен в сам экран сканер для отпечатки пальцев. Если я нажимаю, вот он сразу же открывается. Камеры вот эти вот делают очень красивое фото, насыщенное видео, ночное видение очень хорошо. Мне очень нравится. Поэтому бабушке вполне устраивает вот эти вот три камеры. И камера селфи тоже неплохо. Я уже попробовала и я очень довольна. Есть что у внуков снимать. Брянск-вечерний. Чувствительность сенсора просто изумительная. Я даже не ожидала именно, что он так срабатывает быстро. Акустика прекрасная в этом телефоне. Мне очень нравится. Теперь я хочу рассказать про зарядку. Заряжаю я его полтора часа. Мне хватает буквально на полтора дня. Я не знаю кому как, но мне вот так вот хватает. Но что меня смутило, я бы хотела спросить у профессионалов. Он почему-то нагревается. Не опасно ли это? Сам телефон как бы нагревается. Не опасно ли это? Вот я бы хотела, чтобы мне вот ответили на этот вопрос. Сам смартфон компактный, красивый. Влазит в любой карман, в любую косметичку. По дизайну красивый. Вот как видите, переливается. А для женщин что еще нужно? Конечно и красота. Не только что черный или серый. Что-то должно быть в жизни такое красивое, яркое. И еще я хотела бы заострить внимание на таких непрогринзутых, как я. В этих смартфонах новейшей технологии очень маленькая сим-карта. В обычных, вот как у меня, телефонах здесь большая сим-карта. Поэтому выруком сразу же в салон и перезапустить сим-карту. Вот здесь просто и легко. Легко все находить. Разобраться можно просто. Есть хорошие обзоры ребят, которые очень хорошо показывают, рассказывают. Но вот я со своей точки зрения, женского взгляда, вам рассказала о смартфоне. Для меня он устраивает. Съемки делает хорошо. Фото делает очень хорошо, ярко. Так что сложности в этом смартфоне я не вижу пока. Хороший смартфон, функций много. Поэтому я советую такой смартфон приобретать. Он и для мужской руки хорошо, и для женской руки прекрасно. Одной рукой, пальцами я могу работать без проблем. Спасибо.